Как объяснить тому В которые нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шел наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьемся победу Она придет немного, погоди Внизу наш дом, а это наше небо Мы никому его не отдадим А я бы поехала в Париж Это ж мечта все посмотреть Эйфелева башня Штурм Бастилии, где граф Монте-Кристо сидел Ты как Войте У него Наполеон как в алтаре У тебя Бастилия Бастилию разрушили 200 лет назад Нет ее Правда? Ну как жалко А я ведь так хотела посмотреть, где он сидел Все С завтрашнего дня займусь твоим образованием Да? Угу Дам тебе книгу Дюма Чтобы не опозорился против своим Д'Артаньяном А вот, кстати, он Граф Монте-Кристо Граф Монте-Кристо Мазель, вы не хотите потанцевать? Разрешите Ну что, замполит? Пошли Она одна Пошли, пошли Сейчас я какой-нибудь француз уведет Досидимся Ты уж третий, чем папиросы смотришь Сейчас дым в зуше пойдет Все, 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 пошли Промедление смерти и подобное Как я? О, пошли Хотите потанцевать? Да Ну что? Да сидели Ты же говорил Мне вот это наполеоновское нашествие Сразу не понравилось Ты так не говори Это наши гости Товарищи А я замполит Ничего, сейчас потанцуют и все И все? Плохо знаете их Ну ничего, ничего Мы тоже не пальцем деланные Саблю коняю Жену не отдам никому Какую жену? Да поговорка такая Ладно Пойдем туда За ними глаз до глаз Моргнуть не успеем Всех девчат уведут А я покурю Огнин Дай наших Ну свои-то Тоже покурю Тихо, тихо, тихо Ты одна, бедняжечка А я всегда одна Меня знаешь, в детстве дразнили Яйцом перепилила Да курицей рябой Добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Здрасте Правда там ухаживал один Но он все время выпивший был А я пьяных не люблю Ну, глупости не говори Если б я мужчина была Я б влюбилась в тебя без памяти Правда? Просто твой человек не появился еще Конечно Ой, ну я и не переживаю Я вот Жене ходочерю И нам хорошо будет Нам никто не будет нужен Ты своих родишь еще, Зима Правда? Ну все Не шуми Слушай Потом столовые танцы начались Может, хочешь пойти повеселиться, а? Правда? Я останусь с Женей И накормлю И спать Правда? Не переживай Все хорошо, абсолютно Что, правда? Кто ты? Кто такое? Беги, бегом Веселись, не беспокойся Спасибо тебе Все хорошо Ну, кто тут красивая такая? Ой, дочек Ваши документы Да я не еду я к вам Я вон капитана провожаю Ну Прощай, девочка Чтоб все складно у тебя было Спасибо, тетя Клай С Богом И чистого тебе неба Ну давай Ваши документы Проходите Ой, ой, ой Прости Здравствуйте Здравствуй Сердце упало Я тебя не заметила А ты кто? Я Женя Я буду у вас служить А я Зина Сержант медсанчасти Туточный Ой, а ты что, прям с дороги? У нас там французы прилетели Большой праздник А откуда у вас французы? С неба прямо Пойдем Опоздаем Подожди, подожди, подожди А Зина? Зина Скажи мне, пожалуйста Майор Илья Бестужев У вас служит? Командир, что ли, наш? Так он не майор Он целый подполковник Командир полка целого А где он сейчас? А вы знакомы? Ну, мы служили вместе Ой, как хорошо Так он там Пойдем Да, не торопись Только у меня нога Пойдем Ну, не торопись Ой, извините Мне было приятно ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас извини. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА РОДНОЕ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИЛУЩАЯ МУЗЫКА РОДНОЕ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты мне не рад? Ты мне не рад? Илья, это же я. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ты теперь с нами? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У меня после операции нога неправильно срослась. Но доктор говорит, что все будет хорошо. Хорошо, пойдём. Илюша, я так есть хочу. И у вас праздник. Не надо. Я скажу, что в палатку принесли. Пошли. Стой. Сейчас. Так, сейчас тебя накормят. У нас французы приехали. Тут погода такая неладная. Все дожди и дожди идут. Илюша! Илья, что с тобой? А что со мной? Ничего, а? Всё, пойдём покушаешь. Товарищи, у нас пополнение. Знакомьтесь, Евгения Дементьева. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Женька. Женька! Женька! Здравствуй, родной. Как же? Как же? Мы вас здесь обратим на тост. Ну-ка, давай, раздевайся. Садись. Так потом поговорим. Садись. Давай, покушай. Что-то какую-то ерунду сказал. Ты волнуешься, мне что-то волнуешься. Да, французы, то все. Все поплей. В 1942 году, группа летчиков добровольцев через Багдад и Тегеран вылетели в Советский Союз. Пролетев через Баку, Астрахань, огибая пылающий Сталинград. 29 ноября мы прибыли в город Иваново. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тогда во всех фронтах фашисты имели... Объясни, что происходит, а? Женька эта, Дементьева. Кто она? Помнишь, командир на могилу летал? Жива она получается. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот такая история. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Гитлер сделал великую ошибку. Ему нужно было объявить вам войну. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Прожить в вашей стране хотя бы полгода, чтобы понять, что русских не победить. За русских. За русских. За нас. За советских. За нас. За нас. Ура. За нас. Ура. 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 Товарищи, я хочу сказать. Хочу отметить, что наш французский боевой товарищ, соратник абсолютно прав. Никто нас никогда не победит. Никакие фашисты. Потому что жизнь, она гораздо сильнее любой войны. Вот возьмём наш коллектив. Ведь что самое главное даже на войне, это жизнь. То есть, любовь. И я хочу выпить за любовь, за то, что она нашла и объединила таких наших замечательных товарища комполка и начальника медицинской службы. За любовь и за товарища Бестужева и Поливанову Антонину. Ура. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дай закурить, Саша. Ты же не курешь. Ну, дай, дай. Как дела, командир? Да мне бы пулю в лоб. Ну, как говорят, у нас в Ростове жениться и застрелиться никогда не поздно. Торопись. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Работаем. Прекратить разговоры. Рабочий день еще не закончен. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот где свои синые гнездо свели. Ну, Олесь, если все получится, тебе век и полдолжен. Ваше задание. Звено, ведомое капитаном Вадивасовым, должно пролететь над участком фронта отсюда и до деревни Гуричи. Цель – освоить ориентиры. Все понятно? Все понятно. Готовьтесь. Смирно. Оставаться на приеме, но никаких разговоров в воздухе. Бог за всех и каждый за себя. По машинам. СМЕХ. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Они говорили по-французски. Но откуда здесь французы? Ближний восток. Тут их регулярный полк служит советом. Из-за этого Лебушатников сдают наказание. Точно. Удачи, господин майор. Господин майор. Спасибо. Работаем. Спать будешь ночью. Взлетная полоса свободна. От винта. Товарищ командир, и штабы сообщают, по данным звукометрического контроля, в квадрате Д замечен немецкий самолет. Нам приказано проверить силами дежурного звена. А на полосе кто? Василевский и Рапопорт. Войтик ведомый Василевской. Еще не оправился, рука болит. Давай зеленую ракету. Какого-то? Спасибо. Войтик. Привет. Войтик. Что-то. Войтик. 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 Саша, вижу двоих на семь. Я тоже вижу. Заходим от солнца. Роща я семерка. Два мессера. Атакуем. Меня сажали. Мне конец. Один готов. Мелко, ты где? Меня атакуют вверху! Я ранена! Мелко, держись, я иду! Меня ранили в плечо! Прыгай! Яки долго не горят! Прыгай, Мелко, прыгай! Где линия фронта? Где линия фронта? Я-то спрошу, ты увидишь! Прыгай, быстрее! Роща, Мелко, снесло к немцам! Роща, что делать? Роща! Роща, Мелко, снесло к чередрению фронта к немцам! Здесь не могу, все изрыто! Что делать, Роща? Возвращайся! А как же Мелко! Хочешь тоже к немцам попасть? Возвращайся, я сказал! Это приказ! Сейчас немцы вернутся! Самолет потеряешь и сама погибнешь! Смотри, русский сам к нам прилетел. Я ему не завидую. Один за другим, держать строй. Шмелер! Не отставать! Шмелер! Славь не за один! Опять! Гребен! Три! Вдох! 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 Пошел. Вдох! Субтитры делал DimaTorzok ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Анка, ЦУМ! Ну что ж, погода наладилась. Слушайте задание. Есть разведсведения, по которым немцы начали переброску дополнительных частей Западного фронта. Наша задача – разведка боем наземных коммуникаций немцев и атаковать колонны противника в городах Родзень, Подлеский, Вишница. Есть сведения, что именно по этой дороге к фронту немцы перебрасывают танки и артиллерию из Германии. Атаковать? Чем? Пулемётами и пушками? Танки? Не только пушками. На этот раз к обычному боекомплекту вам будут добавлены бомбы 50. десятки. Задача ясна? Нужно готовиться к наступлению. Ну что ж, готовьтесь, товарищи. Разойтись. Капитан Василевский, можно вас попросить, остаться? Ну, как там наши девочки о мелких говорят? Да. Так странно. Мы с ней только перед сном говорили. О чем? Ну, вы что, не знаете, о чем летчики перед сном говорят? Кто следующий? Кто следующий. У неё какое-то нехорошее предчувствие было? Да. Наверное. Мне можно идти, товарищ командир? Постой. А Женя, Евгения Дементьева, которую я вам в палатку подселил, как она? Ну, что вы хотите, чтобы я вам сказала? Как она? Спросите сами, товарищ командир. Простите, Илья Никитич, мне можно идти? Идите. Я из Парижа. Здравствуйте. Вы прекрасны. Это мне? Спасибо. Спасибо, мадемуазель. Я Герар. Герар. Я называю Герар. Герар. Я Зина. Зина. Я Зина. Зина и Герар. Зина и Герар. Пей. Зина и Герар. Пей. Чудесно. Прекрасное молоко. Прекрасное. Ты как солнце. Глаза. Глаза. Как море. А вот это... 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 Как бриллиант. Зина и Герар, Зина и Герар. Ну что, малыш, надо подождать. Зина и Герар, Зина и Герар. Тихо ты, от кого бежишь? Ой, не скажу. Что вам? Самолет ждем с большой земли. С ним малышку и отправим. Да решайте сами уже, кто с ней полетит. Антонина Петровна, товарищ капитан, как же так? Прости, Зина. Ну ты же сама понимаешь, что его надо переправить в тыл. Ну не место такой сроки напротив. Ну посмотри на нее. Отдайте мне ее. Нет, Антонина Петровна, товарищ капитан, вы же обещали. Вы обещали, я ей не отдам, понятно? Я ей не отдам. Сделайте хоть что-нибудь. Тихо, успокойся. Я поговорю с командиром. Тихо, тихо, тихо. Ну что ты разошлась? Чего-то я тебя не припомню. Зато я тебя, козла, запомню. Ну-ка там, прекратить. Сколько получилось? Двоих не хватает. Прекратить. Мразь. Мразь. Чем пожаловали? Ту летчицу, которую вы сбили сегодня, удалось обнаружить и задержать. Летчица? Это женщина? Мало того, это девушка. Мне сообщили, что весьма миловидная еврейка. Мне приказали привезти ее сюда. Думаю, скоро привезут. Интересно посмотреть в лицо тому, кто в тебя стрелял. На сера стрелять будем мы в нее. Чего мы тут стоим? Чего нас держат-то? Да немцы что-то задумали. Показать что-то хотят. Слышь, мужик, ты откуда тут? Вроде не было тебя. С неба упал. Как это? Вроде как ангел. Куда-то ты не туда пролетел. Ангел. Да уж, ошибочка вышла. Разведчики говорят, тут странная деревня. Немцы в домах. Что-то мне не так. Это место, где пожгли наши бомбардировщики во время налета на немецкие позиции. Нет для них замаскированных точек. Понял. Договорились. Красивая женщина. Вам? Не смею мешать. Вы счастливчик. Мадемуазель. Да, я вас слушаю. Тебе не кажется это странным, Илья? А почему ты молчишь? А что мне сказать? Ты сама все понимаешь. Ты умная. Да, я понимаю. Я умная. Она молодая, красивая. Мне все еще будет хорошо. А я? Я что сейчас должна понять про себя? Я не знаю. Это я не знаю. То, что между нами было, уже не сотрешь, как ошибку в школьной тетрадке. Мы встретились. Я не знаю, хорошо это или плохо. Да мне все равно. Вокруг война. И так важно прилепиться к кому-то. Мы с тобой вцепились друг в друга. Да ты у меня не первая. И что? Мы с тобой нашли друг друга. Мы были искренни друг с другом. Ты ни в чем перед ней не виноват. Пойми ты. Ты ни в чем перед ней не виноват. Помнишь, мы говорили о детях? Я обещала тебе нарожать пятерых. Это было честно? Честно. Ну так в чем же дело? Если было честно, так найди в себе силы быть честным сейчас. Это очень важно. Быть честным передо мной, перед ней. Ты ее не обманул. Пойми, тебе не в чем себя винить. Ты хороший. Ты очень хороший. Ты честный. Я тебя люблю. Люблю. Прости, я не могу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, что вы поговорили? Что он сказал? Дай мне ее. Дай, дай, дай. Иди займись над нами. Иди, Зина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты моя хорошая. Ты моя такая красивая. Тихо. Девочка у нас быть мы будем. Все у нас будет хорошо. Ты, вылезай. Гляди, баба. Вставай. Быстро. Быстро. А ну, пошла. Быстрей. Не знаю, что делать. Ты чего тут делать? Как попался к немцам, так терпись, здесь не забалуешь. А я попробую. Ты о чем? Не знаю пока. Заходи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Прошло внимание. Следующим номером нашей программы Севолод Тютькин читает отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, девчонки. Открыть мне дверь, ладно? Вот это тоже. Подержите. Спасибо. Угу. Ой! Угу. 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 Извините, Алла Васильевна? Да. Разрешите представиться, подполковник Максим. Специально приехал из штаба армии. Не смог удержаться, чтобы с вами познакомиться. Очень приятно. Дело в том, что, Алла Васильевна, я вас сразу узнал. Были у меня на спектаклях? Я узнал у вас по фотографии. В газете. Скажите, Алла Васильевна, вы знакомы с героем Советского Союза Леонидом Шугайным? Мы были знакомы, но мы расстались. Почему вы спрашиваете? Дело в том, что вы только не волнуетесь. Я спокойна. Говорите. Дело в том, что капитан Леонид Шугайов был сбит. Разведчики на той стороне линии фронта, ну, вы понимаете, нашли его самолет и документы, в которых была ваша вторая. Дело в том, что вы ей сказали, что вы ей сказали? Веронид Шугайов был сбит. Вероятнее всего, да. Тише, 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 милая, держи, держи, все хорошо. Работаем в данном квадрате. Обнаружение, атака и сразу домой. Топливо вам залили с расчетом только на выполнение боевого задания, чтобы на обратном пути никуда не ввязывались. Всем ясно? Так точно. Все, готовьтесь к вылету. Ну что, товарищ майор? Ты как? Послушай, тебе надо, тебе надо как-то собраться, твой номер следующий. Лида, ты нам скажешь, что я не могу, не могу пить. Это я во всем виновата. Нет. Если бы не я, Леня сейчас бы был в Москве. Это я его убила. Нет, нет, дорогая, нет. Нет, послушай, ты не виновата ни в чем. Нет, это кровь. Это его кровь. Алла, дорогая, ты же сама говорила, что он тебе не нужен. Что ты хочешь его бросить. Что он бьет. Господи. Только бы он был жив. Если он жив, Господи, верни его. Пусть не мне. Только бы один раз увидеть. Лида. Я его так люблю. Милая, все будет хорошо. Закройте. Извините, но придется подождать. Как правило, эти евреи бегут от нас, а эта сама пришла. Прямо с неба свалилась. Она все правильно сделала. Только ранение в плечо и внезапный ветер отнес ее к нам. Я могу зайти? Она сейчас очень занята. У нее два визитера. Прямо из гестапо. Пока что они увлеченно беседуют. Так что мы лучше подождем. И что вы с ней сделаете? А вы не знаете? Но наша военнопленная. Военнопленных евреев не бывает. Послушайте, вы хотите, чтобы меня вместе с ней поставили к стенке? Единственное, что я могу для вас сделать, это дать поговорить с ней несколько минут. Хотя я уверен, вам она тоже ничего нового не скажет. Дайте ей уйти. Вы с ума сошли? Здесь не в воздухе. Это там. Там вы смогли бы сделать это. Не сбивать ее, а дать ей уйти. А здесь? Отправьте ее в штаб. Они отправят ее в лагерь. Не берите грех на душу. Таков приказ. Тем более, эти двое у меня спрашивать не будут. Не забыли, откуда они? Гестапо. Там несвойственны подобные сантименты. Что вас так взволновали, эти евреи? Их жгут в день тысячами. Травят газом и жгут. Вот здесь, рядом. В Польше. Господа. В девочку попалась неразговорчивая, я так понимаю. Это не так важно. Приготовьте пленных. Сейчас будет показательный расстрел. Подойдите. Позвольте представить. Майор Бельке. Он хотел задать пленные пару профессиональных вопросов. Хоть три. А вы займитесь пленными. У нас мало времени. Это. Прошу вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...